После оглашения результатов голосования украинские СМИ приступили к разбору выборных казусов. Всплыли все народные чаяния. Так канал 1плюс1 назвал лидером парламентских выборов лорда Дарта Вейдера, который бил рекорды в испорченных бюллетенях. В окружкоме в Керчи пояснили, что специальных подсчетов, как именно граждане портили бланки, не вели. Известны только общие цифры. Зато на просторах сети уже засветился керченский бюллетень, где после Халика и Хижнякова красуется дорисованный Егор Лупан, ставший на прошлых выборах известным благодаря роликам о самом честном кандидате. Юмор своего рода индикатор общественных настроений. Интернет-приколы не рождаются сами по себе. Украинское общество сегодня хочет от политиков немногого честности. В ходе опроса некоторых глав участковых комиссий в Керчи выяснилось, что портили бюллетени граждане часто и густо. Почти на каждом участке были случаи, когда галочки ставили напротив всех фамилий, либо не ставили вовсе, или просто дописывали против всех. Мнение о кандидатах выражали и более грубо. В Горностаевке на бюллетене изобразили пошлость. В Заветном написали, куда стоит пойти будущим народным избранникам. На участке 108-38 мужчина хотел голосовать только за Таисию Повалей и выражал недовольство тем, что народной артистке нет в списке по мажоритарке. Были и другие ситуации. Одна женщина написала заявление в комиссию, указав, что хочет голосовать одновременно за коммунистов и регионалов, потому что любит и тех, и тех. Такие случаи вкупе с явкой ниже 50% говорят о двух феноменах. Наши соотечественники либо не верят в цену своего голоса, либо просто пытаются абстрагироваться от политической жизни. А почему? Об этом следует задуматься самим народным избранникам. Субтитры создавал DimaTorzok